Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Фондовый рынок, где торгуются акции, облигации, товарный рынок, где торгуются товар, к примеру, может быть, секция нефти, продукты, СПВ, МТСБ. Далее, денежный рынок, валютный и предмет нашего сегодняшнего разговора, срочный рынок или рынок деривативов. Здесь торгуются фьючерсы, опционы, свапы и различные производные финансовые инструменты. Вы знаете, что наша биржа представляет собой несколько секций. И вообще говоря, разделена на два таких блока. Товарный рынок, СПОД, где есть секция нефтепродукты, газ, нефть, лес и другие. И товарный срочный рынок, где торгуются срочные инструменты на эти товары. Таким образом, секция нефтепродукты и секция срочный рынок тесно связаны между собой, но имеют ряд характерных отличий. Самым главным является срок расчета. Если на СПОДе, заключая сделку, расчет по ней производится через два дня, а поставляться нужно сразу, идет исполнение контракта, то срочный рынок – это всегда исполнение где-то в будущем, где-то дальше, чем К плюс 2. Второй особенностью является наличие контрагента за счет центрального. За счет этого у нас есть нейтинг-позиции, возможность закрыть позицию, такие моменты, которых нет на СПОД-рынке. И также срочный рынок характеризуется большим количеством категорий участников. Здесь допущены физлица, юрлица, ИП, можно работать через брокера, можно работать через себя. Поэтому здесь более универсально. Также к особенностям и возможностям преимущества срочного рынка можно отнести перепродажу контрактов без начисления НДС, возможность хеджирования, то есть фиксирования будущих цен, поставок и закупок. Долгосрочное планирование. Сейчас у нас котируется фьючерсы на 12 месяцев вперед. Все операции осуществляются на регулированном рынке, ЦБ выступает регулятором торгов. Контракты все стандартизированы. Сюда же еще раз внесем наличие центрального контрагента, который гарантирует отсутствие риска контрагента. Финансовый рычаг. По сделке с фьючерсами нужно небольшое отличие средств, там от 5 до 27, наверное, 40% в зависимости от волатильности. Также здесь есть механизмы маржирования, то есть пониженные требования для встречных позиций, для календарных спредов, для межпродуктовых спредов. Широкая глиография поставок, по фьючерсу он может угадать любую станцию, как лишь дорожную на территории России для поставки. И досрочный выход на поставку. Механизм ESP, он часто используется, к примеру, для исполнения фьючерсов на бренд на бирже Айс. У нас тут не все однозначно, у нас он реализован для экспорта, для внутреннего рынка пока нет. Но если это вам интересно, пишите, мы занимаемся как раз проработкой этого вопроса, если он требуется. Мы готовы над этим работать. Сейчас у нас некоторые участники реализуют CFD-EFP, то есть если у вас есть фьючерсные позиции на покупку, вы можете звониться, договориться с поставщиком, закрыть фьючерсы, по этой цене сделать поставку в любой момент времени. А те, кто не знает, EFP – это механизм exchange for physical, то есть обмен фьючерсных позиций на реальный физический товар. А фьючерс выступает здесь методом ценообразования. Рассмотрим инфраструктуру срочного рынка. Здесь биржа, СПБ, МТСБ – это организатор торгов в виде электронной торговой системы. Далее идет клиринговая организация, РДК. Она осуществляет обслуживание клиентов в части клиринга и является центральным контрагентом. И расчетные банки для внесения и переводов денежных средств. Наличие центрального контрагента является особенностью только срочного рынка. Здесь есть участник торгов покупатель, участник торгов продается, они подают заявки в торговую систему. По своим ценам, когда эти заявки сходятся, происходит сделка. По этой сделке центральный контрагент является одновременно покупателем для всех продавцов и продавцом для всех покупателей. Таким образом, мы минимизируем риск неисполнения обязательств. Также клиринговая организация у нас контролирует обеспеченность заявок и сделок, контролирует исполнение обязательств, устанавливает требования участникам. Линейка срочных контрактов сейчас можно писать с тремя большими группами. Это поставочные фьючерсы. Базовыми активами для них являются основные виды нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо, СУК и ТГС. Второй блок – это расчетные. Их базовыми активами являются поставочные. И третья группа – это экспортные фьючерсы на Юрлс и на дизельное топливо на экспорт. Все эти контракты связаны с реальным спот-рынком, поэтому использование их может помочь в планировании деятельности. В идеале рыночный механизм устроен так, что в последний торговый день цена поставочного фьючерса стремится к спотованию. Цена расчетного к поставочному. Таким образом, в любом из этих контрактов вы можете страховать свои реальные поставки и физические сделки. Теперь по основной информации. На сайте, в шапке вы видите, у нас есть различные секции. При нажатии на определенную секцию, например, в секцию срочного рынка, здесь можно посмотреть описание всех контрактов, контакты брокеров, документы, такие как правила торгов, методики определения цен. И в режиме реального времени здесь идет ход торгов, итоги каждого торгового дня, расписание, календарь. Самым интересным и часто используемым является ход торгов. Здесь ежедневно с 11 до 16.00 поддерживаются котировки на 12 месяцев. Вы можете видеть. Вот стоят спрос, предложения на каждый месяц поставки от ближайшего июля 22 до лета 23 года. Если раскрыть каждый из них, мы видим аналог торгового стакана. Здесь беды, афера. И для того, чтобы заключить сделку, вы можете выставить рыночную заявку, забрать ближайшие, или поставить лимитку в очередь, свою цену и ждать, пока вас исполнят. Это все в реальном времени, в торговом терминале. Вы подаете, и они здесь отображаются. Ну, с задержкой на сайте 15 минут. Далее в разделе описания можно ознакомиться с документами по каждому контракту, скачать историю. Там же лежат инструкции для поставки. Провалиться, если глубже, прям конкретно в серию фьючерса. Здесь у нас на примере бензин с поставкой в июле. Тут указан месяц поставки, последний торговый день, день исполнения, лотность, комиссии. Также здесь можете видеть интерактивный график, итоги последних 10 торговых сессий. Здесь же можно скачать исторические данные и строить какие-то свои аналитические выкладки. И напоследок введение, ответим на вопрос, кто является участниками срочного рынка. Принято разделять три группы. Это хеджеры, спекулянты и арбитражеры. Хеджеры, они формируют рынок, пытаются защитить свои позиции. К примеру, это могут быть вимки. Они производят нефтепродукты и фиксируют цены своей реализации с помощью фьючерсов. По обратную сторону могут быть конечные потребители, какие-то АЗС или еще переработчики, которые фиксируют себе цены закупок. Они пытаются уйти от риска рыночной цены. На каждый месяц они выставляют заявки, исполняются и у них зафиксированы цены могут быть на год вперед. Далее идет группа спекулянтов. Они насечают этот рынок. Если хеджеры пытаются избавиться от риска и продают его, то спекулянты его покупают и пытаются заработать как раз на рыночных рисках. И последняя группа – это арбитражеры. Они делают рынок более эффективным. На рынке часто бывают неэффективности, на различных биржах, в различных инструментах. И арбитражеры пытаются эту неэффективность забрать, заработать там прибыль. К примеру, сегодня последний торговый день. У нас цена на срочном рынке, допустим, с гэпом от спота. Арбитражер продает фьючерс, откупает на споте, это поставляет. Таким образом, цены всегда становятся более эффективными. На более развитых рынках это уже делают роботы. У нас таких неэффективностей много, и я даже вижу, что их отторговывают, замечают. И такая полезная очень группа. На этом к победению все. Если есть какие-то вопросы, пишите в чат. Если нет, то переходим к следующему блоку. Видимо, вопрос нет, но там ничего сложного и не было. Сейчас мы рассмотрим основные определения. Техническую часть тоже быстренько, коротенько. Если что, останавливайте, пишите, если что, непонятно. Начнем с ключевого понятия фьючерс. Это по определению сделка с исполнением в будущем, заключаемая на бирже, имеющие стандартные параметры. К этим параметрам относятся базисный актив, сроки исполнения, лот, цена, шаг цены и так далее. Другими словами, можно объяснить так. Фьючерс – это договор, по которому его обладатель обязан поставить или получить товар в определенный момент времени по определенной цене. Как мы выяснили, что сделка с фьючерсом – это, вообще говоря, возникновение обязательств. Эти обязательства называются открытой позицией. Они разделяются на два вида. Позиция на покупку или длинная, от английского long, и на продажу короткая short. В профессиональных кругах можно встретить такие термины, как short-tick, лонговать, то есть продавать и покупать. За счет центрального контрагента открытые ранние позиции в любой момент можно закрыть для экспирации. Тем самым ваши обязательства нивелируются. Для этого нужно совершить обратную сделку с таким же фьючерсом. То есть, если вы купили контракт, хотите закрыть позицию, вы должны его продать. К примеру, мы купили один фьючерс на 60 тонн на бензин по цене 50 тысяч рублей. Через неделю цена 55. Мы не хотим получать поставку, готовы зафиксировать прибыль. Мы продаем тот же объем на бирже по новой цене. Наш финансовый результат – вот эта вот разница. Мы уже не обязаны получать товар, продавец, если эту продажу смотреть, не обязан, его поставлять. Здесь для оценки результатов возникает новое определение – расчетная цена. Она определяется каждый день по среднеизвешенным ценам безадресных сделок за последний час. В последний торговый день эта цена является окончательной, и по ней будет успеяться поставка. По этой же цене ежедневно происходят перерасчеты между участниками путем перетекания вариационной маржи, что является следующим определением. Вообще говоря, вариационная маржа – это разница между ценой открытия и ценой закрытия. Если вернемся к прошлому примеру, купили по 50, продали по 55, вычли нашу вариационную 5 тысяч рублей. И такая переоценка происходит ежедневно. Таким образом, грачи прибыли и убытков выглядят следующим образом. Здесь мы можем видеть, что при покупке фьючерса мы зарабатываем на росте цены, при продаже, соответственно, при ее падении. Вместе с вариационной маржой существует понятие депоситарная маржа или гарантийное обеспечение. Простым языком, всем наверняка знакомы с фондовым рынком и рынком акций. Там, если вы покупаете акцию, вы сразу же становитесь ее владельцем и платите полную стоимость. Срочный рынок же, как мы выяснили, это обязательство в будущем. Таким образом, вы не становитесь владельцем и не платите полную стоимость, а вешеносите обеспечение, которое гарантирует ваши намерения. Оно варьируется, ежедневно пересчитывается по международной технологии SPAN и публикуется на сайте клиринговой организации. Здесь в примере у нас представлен фьючерс на бензин с поставкой в мае. Для него квадрата ГО на 14 число было 8,5%. Если вам интересно, можно скачать историю, посмотреть сегодняшние данные на сайте РДК в разделе «Система управления рисками». Там есть PDF-файл, кому удобно, есть Excel-файл. «История за несколько лет». Там находите таблицу диапазон сканирования. Здесь для каждого контракта указано значение в рублях, процентах, изменения от прошлого дня. И это все ежедневно публикуется с утра. Теперь все просуммируем. Мы открыли позицию по цене на примере 1000 рублей. Цена упала, с нас списалось 200. На следующий день выросло, плюс 400. И так ежедневно до того момента, пока мы либо не закроем свои обязательства, либо контракт не экспирируется. Можно проверить, что сумма вот этих ежедневных изменений равна как раз тому, что мы говорили в начале, разницы между ценой открытия и ценой закрытия. Вопрос? Андрей, мы рассмотрим ваше предложение. Просто это две разные организации, биржа и РДК, которые это читают. Они это публикуют, а мы об этом думали, чтобы это публиковать. В общем, ваше авторитетное мнение мы учтем. И еще раз на примере. Мы покупаем контракт на 50 тысяч рублей. Вносим условное под него гарантийное обеспечение 5000. На следующий день цена упала до 48. По нашему контракту мы обязаны купить, пусть это будет бензин по 50 тысяч, который стоит сейчас 48. Во избежание рисков неисполнения контракт пересчитывается. И с нашего счета покупателя вот эти 2000 утекают на счет продавца из нашего гарантийного обеспечения. Далее нам нужно его оперативно донести до необходимой суммы. Также можно для вот этого избежания этой волатильности постоянного обеспечения держать чуть больше в обеспечении, чем требуется. Так, вопрос Аркадий. Презентацию можно скачать вот здесь в приложении вебинар. Если не получится, пишите на почту, я дополнительно продублирую ее. Так, Татьяна. Да, ГО нужно вносить сразу, пока у вас не внесено, вы не сможете заключить сделку, потому что оно будет блокироваться. Вас проверят и заявка не выставится. Так, на этом с введением все. Давайте еще вопросы у кого-то накопились. Могу вернуться на слайды назад. Или переходим к основной теме. Переходим. Так, переходим, так сказать, к телу нашего вебинара, к поставочным контрактам на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования. Еще раз повторю, что на сайте в разделе «Срочный рынок» есть пункт «Инструменты», там написание, здесь можно ознакомиться со всей необходимой информацией, включая, держимые сборы, параметры контрактов, стоимость транспортировки. Здесь, видите, есть все контракты, которые сейчас у нас торгуются. При нажатии на любой вы проваливаетесь в него, и дальше там обнораться исключительно по каждому фитерсу. Вопрос. Так, про БТЦ «Запад и Восток» как раз сейчас будет. Итак, основной инструмент на срочном рынке, испугаемый ТСБ, это поставочные контракты на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования. Здесь ценой фьючерса является стоимость товара непосредственно в этой точке. Сейчас у нас есть 6 точек ценообразования для разных видов нефтепродуктов. И два условия поставки, это франк резервуар УТП и франковагон станции назначения с переходным правом собственности на станции отправления. В период обращения контракта они не учитывают стоимость транспортировки. Это создано для универсальности, все торгуют в одном месте, для контракта ликвидности, и дальше к этим контрактам уже прибавляется транспортировка для каждого отдельного покупателя. Как сказал, сейчас есть с недавнего времени появление второе условие поставки. Тут есть некоторая разница, давайте я ее озвучу. Во-первых, это место назначения. Если для ЖД поставок это абсолютно любая станция РФ, то для франка резервуар УТП это ЛПДС, подключенная к трубопроводу трансневки, и которая указана у нас в первичней базе. Сейчас это всего 9 точек, но торги ведутся ежемесячно, ежемесячно идут прокачки, покупки на базисах. Также цена договора поставки. Если в ЖД туда прибавляется тариф за железнодорожную перевозку, то здесь прибавляется тариф по трансневке на прокачку по трубе. Тут также прикреплены ссылки, можете подробнее ознакомиться, кому будет интересно. Таким образом, мы имеем инструменты, где базовая точка ценообразования является местным формированием цены срочного контракта. Ниже приведены все существующие на сегодня поставочные контракты с основными параметрами, такими как базовый актив, КОД, ГОСТ и так далее. Как раз возвращаемся к вопросу БТЦ Запад и Восток. Вот можете заметить, что для базисного актива А-92 есть два кода, РЕГАЛ и РЕККБ. Соответственно, это Запад, станция ЛГУВАТ, и Восток, станция Комбинатская. Эти контракты тоже запущены недавно. В прошлом году, может быть, не все о них еще знают. Их цель такова, чтобы расширить географию поставок. Кто хочет вставляться в восточную часть, расти, покупает на Востоке. На Комбинатской это Омск. Кто на Западную или на Юг, те покупают на Западе, на станции ЛГУВАТ, УПА. Я еще раз хотел бы обратить на это внимание, потому что, вот я смотрю, пары нарезаю, и зачастую видно, что участник-покупатель направляет как станцию назначения, станцию, находящуюся на Востоке, то есть там Новосибирск, в ту сторону, а поставляется с Запада. Тем самым материальной транспортировки до нескольких тысяч рублей доходят. Поэтому обращайте на это внимание. Я говорил, что у нас... Альнур, тариф какой? На транспортировку? Ну, у нас не Салават, а ЛГУВАТ. Для фьючерсов, которые у нас по таблице считаются, это по ним поставщик ликвидности, Газпром, ГНП, продажи, они присылают свои тарифы, которые они поставляют своими вагонами. По ним мы и считаем. Если брать другие точки, там у нас считается по 10.01 по РЖД тарифам. Такие поставщики, как Газпром, да, Салават, по-моему, тоже их, они предоставляют как и на спот, так и нам свои тарифы. Я сейчас точно не могу сказать, именно вот как раз сегодня прислали новые, а насколько они отличаются, возможно, и нет. Ну, и Салават и АлГУВАТ, это разные немного точки считаются у нас, ну, на срочке. Не договоряй. Таким образом, у нас есть сейчас два способа поставки. Этот вебинар будет исключен исключительно ЖД-поставкам. Так как Франк-Резервуар – это тема отдельного вебинара, мы его проводили. Я здесь прикрепил ссылку. Кому интересно, можете пройти на YouTube, там запись. Могу прислать материалы, тоже пишите на почту. Если будет запрос, записывайтесь. Мы обязательно можем провести его повторно, кому удобно слушать в онлайне и задавать вопросы. Так, переходим исключительно к контрактам с поставкой по ЖД. Таких у нас точек 5, 6-я ушла, Салават, которая трубная. И здесь мы видим, у нас есть запад бензин и дизель, восток бензин и дизель, СУК «Сургут» и КГС «Обскай» и «Новый Оренбой». Конечная цена договора поставки формируется следующим образом. В последний торговый день определяется итоговая цена фьючерса. Далее каждый участник сообщает покупателю, куда ему нужно поставить, и к этой стоимости прибавляется стоимость транспортировки. В итоге это договор поставки. Вы платите вот эту цену, и все, и больше не обращаете внимания на споттарифы или еще куда-то. При этом цену транспортировки можно узнать заранее. Она опубликована в параметрах. Таким образом, покупатель фьючерса, он знает цену своей поставки, это цена входа в фьючерсную позицию, и цену транспортировки. Таким образом, можно прямо сегодня оценить маржинальность бизнеса на 12 месяцев вперед. Оценить, если вы, допустим, АЗС, цену на АЗС прикинуть, цену доставки, цену покупки, транспортировки, и вы сразу фиксируете свою маржу. В чем преимущество для продавцов? Дорога всегда считается от базовой точки ценообразования. При этом продавец не обязан поставляться оттуда. Он может поставляться с любого НПЗ. К слову, покупатель направил нам станцию в Астрахани, мы отослали ее продавцу, продавец смотрит, у него есть НПЗ в Астрахани. И он там может быть дороже топлива, но на дороге он экономит. Может быть обратная ситуация. Перейдем к вопросу, как посмотреть заранее стоимость транспортировки. В разделе документы срочного рынка есть файл «Параметры поставочных фьючерсов». Там в таблице 2 как раз табличные значения, там перечисленные таких фьючерсов, они работают для каждой базовой точкой, для каждого базового актива. Здесь вы находите свое расстояние, например, от Алагувата до любой станции, и смотрите, сколько стоит цена транспортировки. Часть контрактов у нас, как я говорил, считается по 10.01, это прескурант РЖД. Чтобы оценить это, для удобства в разделе нефтепродукты есть калькулятор. Здесь вы вбиваете базовую точку ценообразования, свою станцию, можно словами, можно кодом ESR, выбираете груз, и вам рассчитываются все параметры, то есть это и расстояние, именно по нему мы считаем всегда, так что если вы не знаете свое расстояние, можете проявить его здесь, и стоимость для контрактов, которая поделится с 0.01. Это весь дизель и все фьючерсы на востоке. Теперь перейдем к жизненному циклу фьючерсов. Условно его можно разделить на два больших этапа. Первое – это торги фьючерсом, второе – это поставка по фьючерсу исполнения обязательств. К первому этапу допущены все возможные категории участников. Это юрлицы, физлицы через брокеров, ИП, ингрезиденты. В ходе этого этапа участники выставляют заявки, заключают сделки, открывают и закрывают позиции. По итогам каждого дня происходят клиринг и расчеты по обязательствам и депозициям. Торги фьючерсами и этап номер один заканчивается в последний торговый день. Для фьючерсов с жидко-поставкой это предпоследний день, рабочий день месяца, предшествующего месяца поставки. Так, сейчас давайте отличный вопрос. Потом здесь стоимость транспортировки считается момент отправки. Артем, смотрите, вы правы, но транспортировка по фьючерсу будет считаться не сегодня. Вот как раз я рассказываю, когда будет последний торговый день, через два дня после этого будет считаться стоимость транспортировки. Еще раз повторю, торги заканчиваются за два торговых дня до исполнения. То есть, допустим, для ближайших июльских это будет 29 июня. До этого дня включительно все, кто не собирается уходить на поставку или по тем или иным причинам не имеет на это право, должны закрыть все свои позиции. Иначе это будет сделано принудительно с взиманием неустойки. Все остальные участники должны пойти в процедуру допуска поставки. На ней чуть поподробнее. Для этого нужно пройти ряд небольших условий. Первое. Нужно предоставить доверенность на уполномоченные представители. Это то лицо от компании, трейдер, менеджер или гендиректор, кто имеет право обмениваться с биржей электронными документами. К нему прикладывается согласие на работе персональных данных и это подается единоразово. И дальше в рамках действия доверенности этот человек имеет право с нами обмениваться документами. Второе очень важное это соответствие позиционных регистров. У каждого участника есть регистр учета позиций на срочном рынке и на спотовом рынке. Чтобы сопоставить ваши фьючерсные позиции с исполнением обязательств, нужно предоставлять это Excel-файл, по сути дела, вы вбиваете все свои регистры. Он также предоставляется один раз, если нет каких-то изменений и новых регистров. И последнее это то, что направляется ежемесячно для каждого покупателя, это станция назначения и объема. В последний торговый день или ранее до него каждый покупатель присылает файлик, где пишет, на какую станцию и сколько нет продуктов он хочет получить по фьючерсу в рамках исполнения. Таким образом, у нас идут на протяжении года торги каждым контрактом. Далее, в последний торговый день мы фиксируем цену, покупатели направляют станции, мы как биржи делаем из этого агрегированный список и направляем всем продавцам по фьючерсу. Далее, они вправе выбрать на следующий день из этого списка предпочтительные для себя. Кому, где удобнее вести или где-то у кого-то может быть НПЗ рядом и направляют обратно нам. Из этой всей информации мы по алгоритму нарезаем пары. Формируем список всех пар и направляем всем участникам. Там вы уже видите своего конечного контрагента, там, где-то ВИНК или еще кто-то для покупателей, цену исполнения фьючерса, конечную цену договора поставки, стоимость транспортировки и также в передаче к этому мы направляем корзину заявок, чтобы избежать ошибок ручного ввода. И на следующий день, день Т, это обычно первый день месяца поставки и в ближайших фьючерсов это будет 1 июля. Все продавцы выставляют адресные заявки своим контрагентам, контрагенты не подключают, заключаются договоры поставки, на этом срочный рынок заканчивается. Дальше, по правилам мести продукта, 30 дней на отгрузку. Тем образом, срочный рынок у нас является ценообразованием для физических поставок, плюс, дальше будет в примерах, можно здесь фиксировать цены, как-то хеджироваться. Ставщик может сказать. Может, может, но на это предусмотрены штрафы. Есть два вида неисполнений. Первый, это неисполнение на срочном рынке. То есть, вы вышли на поставку, то есть, торги фьючерсом закончили, у вас есть день исполнения, это тот день, день Т, когда продавцы и покупатели должны выставить заявки на договор по ставке. Если одна сторона не выставляет, то у вас получается неисполнение обязательств по фьючерсу. В этом ключе каждый день пересчитывается вот эта вот вариационная маржа, гарантированное обеспечение, и там же в риск-параметрах публикуется ставка на предварительные маржи. И там прям значение в рублях, сколько заплатят неустойки в адрес того, кто неисполнился. продавец не выставился, он эту цену вам платит. При этом из-за того, что контракты переоцениваются каждый день, риск неисполнения практически минимальный. Такого вида неисполнения. Потому что деньги перетекают каждый день, и обычно не исполняются не потому, что цена куда-то ушла, потому что на это нет времени даже, чтобы она ушла перерыв один-два дня. А кто-то там по ошибке, либо еще что-то не успел, забыл. Чаще всего вот такие виды. Второй вид неисполнения это неисполнение на споте. Это если вы отторговали фьючерс, потом в день НТ сделали договор поставки, а дальше на 2-30 дней там не отгрузились. Тут уже у нас регулируется все правила не спот. Грубо говоря, в среднем это 5% от суммы сделки, но там сейчас ведутся какие-то изменения в секции нефтепродукты. Кстати, кто подписан на телеграм-канал Petroleum Trading, они сегодня как раз это разбирали. Вот Андрей Диченко я видел здесь. Вот таким образом вот так выглядит жизненный цикл контракта. Теперь на схеме. На примере фьючерса Regal 52. Для тех, кто может быть недавно на рынке или еще не начал у нас торговать, может показаться странной эта котировка. Давайте ее быстренько разберем. Тут по цветам разбито рег. Это базовый актив Regal регуляр 92, Al-базовая точка ценообразования Al-Guvat. 5 месяцев поставки 5-й это май, 2-й год 2022. В принципе достаточно логично. И дальше вот у нас за год запускается фьючерс 30-го апреля 2021 года. Дальше у него 28-го апреля 2022 года последний торговый день. Здесь как раз у нас покупатели направляют нам станции. следующий рабочий день 30-е продавцы направляют предпочтительные происходит нарезка. Первый рабочий день мая происходит договор поставки. Здесь на слайде для демонстрации приведена статистика небольшая объем торгов тонн за 2021 год, объем поставок в разрезе по инструментам. Также здесь есть поквартально за три года объем торгов в деньгах видно, что это в одну сторону. Объемы увеличиваются ежемесячно, ежегодно. Биржа планомерно растет, появляются новые участники. К сожалению, в этом году похвастаться этим не можем, но может здесь кто-то слит, мог заметить, что январь-февраль мы шли опережающими темпами на 15% выше был объем торгов чем в прошлом году в денежном выражении. Это для примера география поставок, это зелененькие реальные жидостанции, куда поставлялись с тех или иных базовых точек, это не за весь период, маленькая выборка за полгода и объем поставок за 2020-2021 год. тьючерса. Видно, что основная часть идет в центральную и южную часть России, именно поэтому спрашивали про фьючерс и восток. Для этого это и делали, потому что в ту сторону особо не поставляется. А так того выгоднее нечасто, но уже поставки в ту сторону идут. Тут еще раз демонстрируется, что котировки стоят ежедневно на год вперед. Можно купить контракт с поставкой в любом месяце. и продать соответственно. И под конец этого информационного блока небольшое сравнение для тех, кто недавно на срочном рынке или только задумывается о том, чтобы сюда выйти. У нас есть сейчас фронтальный июльский фьючерс на бензин с поставкой в июле. Сделки, заключенные с ним сегодня, 8 числа, исполняются 1 июля, в день, первый день месяца поставки. Следующий фьючерс августовский. Сделки, заключенные с ним, исполняются 1 августа и так далее. Сентябрь, 1 сентября цена формируется сегодня. Для сравнения, на спорте рынка сделки, заключенные сегодня в секции нефтепродукты исполняются немедленно. Сделки, заключенные завтра, тоже будут исполняться немедленно. Это основная разница с точки зрения ценообразования, получения товара и устройства рынка. На этом с теоретической частью все. Дальше переходим к практике. Давайте, может кто-то еще созрел на вопросы или начинаем. Здесь я буду помедленнее. Можете останавливать, потому что могут возникать вопросы какие-то. Так, видимо, продолжаем. данный блок называется стратегия или примеры, как кому удобно, куджирование с помощью поставочных контрактов. Здесь приведены реальные кейсы. Для начала небольшой дисклеймер о том, что это все с целью познакомить вас. Это не является никакой рекомендацией, не гарантирует прибыль. Я выделил четыре небольших примера. Первое это фиксирование цены будущих поставок. Второе, можно сказать, частный случай первого закупка нефтепродуктов при фиксированном бюджете. Третье, такой же пример для продавцов продажи нефтепродуктов по фиксированным ценам. И четвертое, защита существующих позиций. Зачем с первым. Рассмотрим такой пример. Есть сеть ЭЗС, которая реализует пропан. она знает, сколько она отгружает, сколько ей нужно. И они планируют закупку на ЭЗС для дальнейшей реализации. Сегодня, 20 января, ЭЗС знает, что в апреле понадобится 360 тонн СУК. Их устраивают сегодняшние цены, и они хотят их как-то зафиксировать, спрогнозировать свою деятельность. Цель зафиксировать текущую стоимость СУК и получить поставку в апреле. Рассмотрим последовательность событий. 20 января мы покупаем 10 контрактов на СУК, что эквивалентно 360 тонн с поставкой в апреле необходимой нам. Дальше до последнего торгового дня до 30 марта идет ежедневная переоценка. 30-го наша компания АЗС направляет нам станцию, куда она хочет это получить, ближайшую к своей заправке. Мы определяем для нее контрагента. 1 апреля они заключают договор о поставке по цене вообще говоря 20, которую они хотели плюс стоимость транспортировки. Рассмотрим на графике. 20-го у нас покупка января, 30-го на 3-го экспирация. И вот мы видим разницу цен. Здесь за счет такого хеджирования АЗС удалось сэкономить порядка 10 тысяч на тонну или 3,5 миллионов на всю поставку. На временной прямой это выглядит следующим образом. покупка, экспирация, дальше поставка. Давайте посчитаем стоимость такого действия. Стоимость хеджирования складывается из нескольких показателей. Это диржевая комиссия, клиринговая комиссия и стоимость извлечения денег под депозитную маржу. Как мы видим, простыми вычислениями получается порядка 20 тысяч, что составляет менее 1% от полученной прибыли. к следующему примеру, который является частным случаем. Рассмотрим логистическую компанию, для которой торговля на бирже не является профильным бизнесом. Им нужно получить топливо для осуществления своих логистических работ. Они в феврале устанавливают бюджетную закупку в размере 3 миллионов рублей на покупку 60 тонн. Как это выглядит во времени. 17 евраля установили бюджет, 1 апреля нужно купить бензин. Рассмотрим график и какие-то предположения. Аналитики видят, что на протяжении последних нескольких месяцев цена на бензин только растет. Их пугает неопределенность а влатильность рынка. Сейчас цены находятся в рамках бюджета. 49500 стоит фьючерс с поставкой в апреле, что гарантирует нам исполнение бюджета. Дальше у нас есть различные варианты. Если цены останутся на тех же уровнях, то компания ничего не потеряет, если заключить вычерственный контракт. В случае снижения цены компания купит дороже топлива, чем оно будет стоить, но при этом останется в бюджете и не понесет убытки, а просто не получит прибыль. И последний самый плохой это цены вырастут и компания тогда понесет убытки, так как выйдет из бюджета. Таким образом, оценив worst case, компания решает зафиксировать на себя цену 49500, остаться при любом исходе в бюджете и продолжить заниматься своей работой, а не торговлей на бирже. Посмотрим последовательность. В феврале установили бюджет. Сразу же на этот бюджет осуществляется закупка фьючерса с поставкой в апреле по 49500 или как раз чуть меньше трех миллионов, что соответствует бюджету. И первого числа заключение сделки по исполнению фьючерса. Как мы видим, дальше цена пошла наверх и ожидания этой компании сбылись. Таким образом, если бы они сейчас в феврале не зафиксировали цену, то они бы вышли из бюджета и понесли бы убытки по основной деятельности. На самом деле, по определению, сделка на поставку будет заключаться по итогу цене фьючерса, то есть по 52. Но за весь этот период они получили порядка трех тысяч вот этой вариационной маржи ежедневным перетеканием средств. таким образом вычитая все это мы получаем первоначальную цифру 49500. Таким образом, финансовый результат по фьючерсной сделке зависит только от первой сделки и дальше не влияет на нас ни изменение цены, ни экспирация. Вот они захотели зафиксировать 49500, они ее в итоге и получат. Следующий пример для продавцов. Он такой же как и первый по сути, только направлен в другую сторону. У нас есть компания, которая занимается реализацией сугов. Она ежемесячно продает порядка 900 тонн и пусть ее бизнес является рентабельным только тогда, когда цены выше 20 тысяч рублей. Это можно объяснить следующим. Может быть у них себестоимость 20 тысяч, все что ниже 20 имбл убыток, 20 ноль, все что выше, они в прибыли. Или они давно закупили и просто хранят большой объем по этой цене и пытаются продать дороже. Задача спланировать продажи на следующий месяц. Цена суг 1 декабря составляет почти 21 тысяч рублей. Учитывая внешний вид форварной кривой, можно сделать предположение о том, что в ближайшее время цены будут снижаться. все что ниже 20, для нас чистый убыток, как для компании. И компания хочет не продавать на спорте, а зафиксировать для себя сейчас эти цены, которые ее устраивают. В этом ключе у нас есть два кейса. Если прогноз о снижении цен верен, то компания оставит свой бизнес рентабельным и продаст дороже по сегодняшней цены. Если прогноз не верен, то компания не понесет убытки, но недополучит прибыль. Таким образом можно выставить стратегию на год вперед. Допустим, у нас есть суга на год вперед, мы его год хотим отгружать, по ценам всегда выше 20, то есть мы берем 12 фьючерсов, все что выше 20 мы продаем, таким образом у нас на каждый месяц есть поставка, да, не будет сверхприбыли, но будет прибыль всегда. Рассмотрим хронологию. 1 декабря мы продаем 25 контрактов, что эквивалентно 900 тонн на СУК ПБА с поставкой в январе. Дальше опять ежедневная переоценка и заключение на демор поставки. Смотрим график, ожидания компании сбылись, цены упали почти на 3000, продажа фьючерс помогла компании структировать цену и оставить бизнес-эндабель. Конечная прибыль 2,5 миллиона рублей на 900 тонн. Теперь пример 4 защиты существующей позиции. Наверное, самый сложный, непонятный, но, может быть, часто используем. У нас есть компания, которая должна сейчас обеспечить в течение месяца себе заколонку 300 тонн. Они идут на спот, покупают 300 тонн с поставки на свою заколонку. Но они уверены, что за период поставки цена упадет. Им придется корректировать розничные цены и получать убыток. Их цель минимизировать потери от удешевления товара, пока он находится в периоде поставки. Смотрим события. 4 декабря компания купила на споте 300 тонн и отправила их себе на АЗС. Ну, управила нефтепродукт в течение 30 дней. Одновременно с этим она продает 5 фьючерсных контрактов, те же 300 тонн. Таким образом, компания у нас оказывается плат, у них куплено 300, продано 300, и по идеальным хеджированиям и условиях это всегда ноль результат. Далее у нас идет переоценка и товар находится в пути. Как мы видим, ну, из примера, их ожидания оправдались, и цена товара на 1000 рублей упала. Но и в идеале фьючерс на 1000 рублей упал, а мы находимся в продаже и получаем прибыль. 21 декабря к нам приходит товар по споту, одновременно с этим мы закрываем фьючерсную позицию, так как она нам не нужна, у нас хеджерлайн закончилась, и фиксируем финальный результат. Морим график бензина. Вот мы четвертого продали фьючерс, купили спот, 21 нам пришел спот, мы закрыли фьючерс, зафиксировали 1000 рублей, которые мы потеряли на споте, пока наш товар ехал. Таким образом, продажа фьючерс это доход в случае падения цены. Обстагироваться от хеджирования, да, можно сделать спекулятивную сделку, без физики, просто вы считаете, заработали. Так же и в обратную сторону трейдер может купить, там через пару дней продать и зафиксировать прибыль. Так и пример бонус. Хеджирование предстоящей наличной сделки. Зачастую бывает такое, что сделка будет в будущем и ее хочется захеджировать. Рассмотрим такой пример. Есть компания, которая сейчас в апреле понимает, что к началу отопительного сезона октябрь-ноябрь они должны обеспечить тысячу тонн мазута у себя на предприятии. Их устраивает текущая цена, но они уверены в том, что знают, что в зиме товар сильно вырастет, а сделка их будет только тогда на споте ближе к делу. И они хотят себя от этого обезопасить. Задача минимизировать потери. Как мы знаем из прошлых примеров, у нас есть такой вариант, как дисфиксировать цену фьючерса и купить поставочный фьючерс на нашу дату, тем самым себя обезопасить. Но фьючерса на мазут не существует на данный момент. Здесь возникает проблема. Рассмотрим рыночную ситуацию. 15 апреля вот у нас график спот мазута. Компания анализирует рынок и понимает, что к наличной сделке в конце сентября, начале октября цены будут на других уровнях. Тут же опять у нас три варианта. Цена останется, все окей, цена вырастет, компания будет купать дороже, будет терять деньги, цена упадет, компания купит дешевле, получит вверх прибыль. Это также их не профильный бизнес, это просто хеджирование того, что им нужно. Как мы сказали, очевидного варианта купить фьючерс и зафиксировать цены у нас нету. Второй очевидный вариант это купить сейчас спот и положить на хранение до того, как нам нужно будет это использовать. Но здесь возникает проблема. Компании нету мощностей по хранению, это дополнительные издержки, их такой вариант настраивает. Есть второй вариант купить фьючерс на схожий инструмент, который будет повторять динамику этого мазута. Посмотрим график. Здесь у нас есть спотовая цена мазута зеленым и графики фьючерсов на КГС. Как мы видим, они торгуются по разной цене, но динамика у них одинаковая. Справа приведены коэффициент корреляции. Таким образом, можно сказать, что с математической точки зрения мы можем хеджировать свою цену мазута ценами на КГС. Давайте здесь рассмотрим расчетный контракт, например. В принципе, это можно делать и поставочным, просто чтобы разнообразить. 15 апреля у нас устраивается цена мазута. Сделка будет только в конце сентября и в октябре. мы уверены, что он будет расти. Покупаем КГС, чтобы отыграть вот это изменение на время, пока мы не можем совершить сделку. Дальше ждем сделки на споте. Если это поставочный, закрываем свою ключевую позицию. расчетно, как в примере, то он у нас исполняется в деньгах и мы просто делаем сделку по мазуту вторую. Смотрим график. Вот у нас покупка в апреле. дальше экспирация и вот мы заработали там 7000 рублей. Если у нас поставочный, еще раз повторюсь, нам нужно было закрыть для экспирации, потому что мы не хотим поставку КГС. Смотрим график мазута. За все это время мазут вырос почти на 4000. Таким образом наша фьючерсная позиция не только избавила нас отрезков, но еще позволила немного заработать сверху. как вы видите, динамика вообще говоря одинаковая, но все колебания на фьючерсе не отразились. Это связано с тем, что мы использовали длинный фьючерс, там с поставкой через полгода с исполнением, которые не совсем ликвидны. Ликвидность приходит к фьючерсам, когда они в основном фронтальные, минус один месяц. Если вы хотите отрабатывать каждое колебание, лучше использовать более сложные стратегии, всегда находиться во фронте, поставка в августе, которую вы хотите заплажировать. Даже не в августе, давайте посмотрим в декабре. Вы сейчас покупаете июньский, потом он экспирировался июльский, и вот так перекладывается. Тогда будет более верная графика. Также здесь можно применить больше анализа, построить целую систему управления рисками, можно торговать в пропорциях, например, два масута против 1 КГС, все можно посчитать, и у нас на этот счет есть отдельный вебинар по сложным стратегиям, я думаю, мы его еще проведем, также он есть на ютубе и на сайте. Опять рассмотрим стоимость хеджирования. Для примера здесь мы будем использовать торговлю через брокера. У нас диржевая комиссия, клиринговая комиссия, комиссия брокера и стоимость течения денег. Диржевая клиринговая комиссия у нас минимальная, там 9 рублей вместе получается. Комиссия брокера это обычно плюс еще один диржевой деньги под отключение, вот на сколько там на полгода мы кладем сумму по тысячу тонн и считаем там по ставке цена. Получается меньше 1,14% стоило вот это все хеджирование с помощью кучерс. Таким образом, независимо от того хеджируете вы представившую наличную сделку или текущие рыночные позиции, цель хеджирования всегда одна. Перекрыть убытки на одном рынке прибылью на другом. В этом ключе хеджирование с помощью фьючерсов оно ограничивает прибыль, однако защищает от неблагоприятного изменения цены. Инструменты срочного рынка позволяют зафиксировать цены на гор сперед, тем самым планировать свою закупочную бытовую деятельность. Как мы видели в примерах, это может быть выгодно как покупателям, так и продавцам. это работает ни в одну сторону. И вообще говоря, в целом можно установить такой баланс цен, что будет выгодно всем. У производителя есть цена себестоимости. Он выставляет на продажу свои нефтепродукты с какой-то маржой этой себестоимости. Покупатель знает, какие цены для него и для его бизнеса будут рентабельны, какие они выставляют с учетом этого. Зачастую эти цены совпадают. То есть продавец получил маржу от ценопроизводства, покупатель купил выгоднее, чем он перепродал или использовал в своей основной деятельности. Вопрос, куда написать запрос в сегодняшней презентации. В конце будет почта, а вот ответили, можете мне писать, я разошлю. Плюс вот эта система вебинар, по-моему, она в конце автоматически сделает вам какую-то рассылку, записью. Но, в общем, если кому не придет или не получится скачать, пишите на почту, я разошлю. Так, по примерам могу вернуться, где-то, может быть, быстро было. Какие-то вопросы. Так, нету. Тогда мы уже потихоньку подходим к концу. У нас там осталось 20 минут. сейчас ответим на вопрос, как стать участником. Надеюсь, тут кто-то есть из потенциальных трейдеров. И рассмотрим заодно, что такое срочный рынок сегодня. Срочный рынок это управление ценовыми рисками и возможностями долгосрочного планирования и закупок. Как я уже говорил, подытожим, можно общать сделки на 12 месяцев вперед. срочный рынок это все основные виды продуктов. Доступ к торгам широкому кругу лиц, минимизированный риск контрагента и финансовый рычаг, то есть небольшое отключение денежных средств от заключения от учитерсных сделок. Также здесь на слайде представлены результаты торгов по мае месяц. Это объем в рублях в тоннах, объем поставок, был один танкер отгружен в приморском на течение февраля. Вот можете ознакомиться. Далее хотелось бы отметить, что рынок срочных контрактов может являться индикатором будущих цен. Форвардные кривые или форвардные индикаторы в режиме реального времени отражают изменения спроса и предложения в будущем. В свою очередь это позволяет повысить качество управления ценовыми рисками и планирование своей деятельности. Здесь на графике вам представлена форвардная кривая на СУК. По сути это цены фьючерсов с поставками в разные месяца на временной прямой. То есть вы можете видеть, сколько будет стоить тот или иной товар в каждом месяце. тут объемы представлены, что основной объем в первых трех контрактах дальше он уменьшается, но в перспективе развития, когда объем будет во всех контрактах, будет более реальная форвардная кривая, которая будет реально отражать спрос-продолжение в будущем на основании сезонности и других факторов. такие же форвардные кривые есть на бензин, на дизельное топливо, на КГС. Это все отражает реальную структуру рынка, что сейчас происходит. Все эти форвардные кривые у нас публикуются в еженедельном бюллетене на сайте и кто хочет можно подписаться на рассылку. Также там мы строим такую интересную статистику. это та же форвардная кривая на бензин. К ней прибавляется к стоимости фьючерсов стоимость транспортировки от базовой точки ценообразования до Москвы. И далее сверху идет оранжевый прогноз розничной цены на АЗС. Сразу же считается маржинальность такой сделки. То есть вы можете посмотреть сколько будет стоить топливо с доставкой на каждый месяц. Это стоимость если купить сейчас юнический фьючерс плюс дорога до Москвы это августовский так на каждый месяц. Здесь мы видим прогнозную цену на АЗС. Мы строим инфляцию годовая ставка. И сразу считается какая маржа. К этому еще добавляются издержки заправки автовоз. Вообще говоря многие кто с рынка не продуктов давно знают что сейчас большая разница порядка 27 рублей стоит литр 2-го бензина в опте и 47 на заправках в Москве среднее. Ред тоже мы все публикуем по интересным достаточно полезным мне кажется аналитиком пользуйтесь в заключение как вы видели на прошлых графиках оптовые цены рынка нефитопродуктов значительно волатильные розничные на их оценку влияет баланс спрос и предложения стические факторы цены экспортных альтернатив ремонт НПЗ всякие механизмы регулирования поэтому здесь очень эффективный востребованный инструмент срочного рынка Рассказав о том насколько это все здорово и полезно давайте ответим на вопрос как стать участником торгов на срочном рынке Для работы с линейкой фьючерсов необходимо одновременное соблюдение следующих условий нужно быть участником торгов или клиентом участника торгов в секции срочного рынка и также необходимо быть клиентом клиринга в секции срочного рынка это для торговли фьючерсами если вы хотите выходить на поставку то параллельно с этим нужно быть участником торгов в секции нефтепродукты и участником клиринга в секции нефтепродукты стоимость участия на срочном рынке варьируется в зависимости от категории и составляет от 100 тысяч рублей в год до 6 миллионов единорагов для клиринга необходимо сделать взнос за гарантийный фонд он составляет 400 тысяч рублей для обычных участников 600 для тех кто хочет оплотывать клиента при этом данный взнос возвратный на него начисляются проценты и в любой момент когда вы хотите выйти срочно в рынок вы эти деньги можете забрать альтернатива это работа в качестве клиента брокера на срочном рынке брокер это не то же самое что блокер на спот рынке здесь это профучастник рынка который является вашим посредником тут вы не заключаете никаких договоров с биржей не взносите никакие деньги вы заключаете гигамот только с брокером и платите ему комиссию обычно она не очень большая и так же сами торгуете вам дают терминал там либо наш биржевой либо у брокера свои сторонние предложения выставляете заявки торгуете выходите на поставку все очень удобно далее здесь я представил таблицы по участию в торгах различные категории их стоимость и их отличия например вот посетитель торгов имеет право только торговать своего имени временный член секции дополнительно к этому имеет право торговать от имени клиентов член секции еще имеет право участвовать в работе совет секции в рабочих группах принимать какие-то решения и также разница для клиринга индивидуально участие клиринга и общий тоже здесь основное отличие это обслуживание клиентов и участие в все целях помимо этого за сделки с учердсами берутся сборы диржевой сборы клиринговые они как видеть небольшие для светлых местопродуктов по этому рублей 14 копеек для слугов 3,17 и как я уже говорил блокируется гарантийное обеспечение здесь тоже приблизительные ставки представлены они очень варьируются особенно сейчас когда волатильность повышена на сути до 47% доходила но тоже я вам показывал ссылки тоже она прикреплена где можно это посмотреть и знакомиться и зачем это все вам нужно первое вы участник мерцепродуктов ищите инструменты для хеджирования рисков планирования своей деятельности это наверное самая такая большая категория людей на споте в секции нефтепродукт очень много участников и постепенно они приходят к нам сюда второе вы там нефтетрейдер или просто спекулянт ищите новые волатильные инструменты для заработка и игры на ценовых колебаниях и третья категория это вы брокер и хотите новый рынок клиентов для себя открыть я думаю здесь вопросов не было если что пишите напоследок мы уже заканчиваем хочется поговорить об ошибках так как даже уже опытные участники которые давно у нас их совершают они иногда очень глупые и обидные досадные поэтому давайте быстренько по ним пройдемся они все будут касаться поставки так как там больше всего проблем возникает первое если вы планируете вводить на поставку убедитесь что вы предоставили все необходимые документы и ваша категория секция нефтепродуктов позволяет вам заключать эти сделки второе если вы покупатель то до 18 последнего торгового дня убедитесь что вы знаете свои станции что вы их предоставили что у вас есть доступ к личному кабинету это очень важно потому что если вы направите неправильные станции мы по ним посчитаем вам цену договора поставки и больше изменить это будет нельзя день исполнения плодовец обязан выставить адресные заявки до 12.30 покупатель до часа о них ответит можно это делать раньше все заявки продавцов проданные после 12.30 считаются неисполнением но даже если по ним будет заключена сделка это будет неисполнение с вас возьмется неустой при этом вы все будете обязаны поставить товар до торговой до торговой сессии перед поставкой нужно убедиться что у вас достаточно денег в обеспечении вы знаете где в торговом серминале загружать заявки где смотреть адресованные вам заявки и вы получили все необходимые документы от биржи и последнее несмотря на то что мы рассылаем корзину отчет все равно проверяется всегда все параметры потому что поданные неправильные заявки и исполненные заявки тоже будет все неустойко вопрос Артем да есть предыдущий вебинар был введение плюс на сайте есть инструкции по допуску поставки и там я скриншоты сделал из личного кабинета как направлять подробно написано посмотрите инструменты описания инструкции от поставки английский на трубу и на ЖД так Юлия вы купили по 49 в конце до 51 поставка до 51 вот эта разница она вам начисляться будет ежедневно также ежедневно вы можете ее выводить она выводится моментально по поводу если вы налогового учета мы сейчас готовим вальшую справку совместно с коллегами с бухгалтерами о том как учитывать вот это все на срочном рынке потому что в России это не очень развито еще не бывают проблемы так вроде на все вопросы ответил у нас уже все здесь блок татьяна контракт можно подать не всегда должен быть на него покупатель но как вы видели вот я сегодня скриншот прикладывал прям сегодняшний вот я с утра сделал есть заявки на покупку на продажу то есть риск есть того что у вас не будет ликвидности но если это фронт контракта он минимален даже можно заметить что у нас в последний торговый день очень сильно увеличиваются объемы они больше в разы чем другие дни потому что многие участники закрываются так как не хотят выходить на поставку вообще говоря если не очень большой объем то я считаю цена вопрос цены если вы выставите хорошую цену у вас обязательно кто-то заберет позицию так Артем так Артем вам да нужно оплатить 100 тысяч для допуска и 400 внести в гарфон но он возвратный это будет начаться процент просто клиринг на споте его ведет из ПГМТСБ клиринг на срочку ведет РДК другая компания и поэтому нужно будет еще взнос 400 сделать либо можете попробовать обратиться брокером и тогда вам ничего не нужно не относить просто будете платить двойную комиссию Татьяна шутерсов на ДТЗ нету только топливо летнее есть индекс ДТЗ но он не поставочный расчет так давайте продолжим у меня уже конец и еще кто-то подумает над вопросами седьмой блок это основные тезисы я его прикладывал в прошлый раз но в прошлый раз были проблемы технические не все могли подключиться это для такого настольного использования основные тезисы сегодняшнего вебинара здесь основные понятия о срочном рынке не будем останавливаться еще раз определение компактнее тут и фьючерс и депозитная маржа как считается расчетная цена как считается расчетная итоговая цена здесь же по вариационке пример вариационной маржи маржин кола параметры контрактов поставочных основные и ссылки на то как стать участником как стать клиентом посмотреть ход торгов здесь же вы можете нажать скачать это все кликабельно исторические данные по всем фьючерсам так давайте сейчас я покажу и как раз вернусь к вопросу в заключении я хотел бы еще раз отметить что рынки герой это очень важную роль в обеспечении прозрачности ценообразования и по мере роста ликвидности просто количество участников развития рынка экономика будет получать более качественный индикатор реально отражающий ситуацию со спросом предложением в будущем в свою очередь это вам и нам всем участникам позволит повысить качество планирования своей деятельности и закупки реализацию поэтому всех ждем приходите за срочным рынком будущее будем развивать без вас ничего не будет так давайте вернусь к вопросам Артем 4 заклиринг можно вернуть когда закончите торговать если вы их оттуда выводите вы не можете заключать сделки сделки максим кгс опски всегда опски да они разные он всегда будет оттуда так здесь пару ссылок в конце если кто-то не смог сформулировать вопрос кому нужно что-то прислать кто хочет пообщаться спросить всем рады вот звоните внизу телефон нашего управления почта кто хочет больше заходите на youtube там есть еще вебинары подписывайтесь на telegram канал там оперативно выкладываются основные новости изменения в документах вплоть до оповещения о последнем торговом и вот я сегодня показывал выкладки из ежедневных бюллетеней такие как форварные кривые это разница с решенченной ценой плюс там еще другая аналитика есть объем торгов за неделю объема треток позиций кому интересно изучать такую аналитику можете написать на почту мы вас включим в список рассылки бесплатно будете получать еженедельно вот эти бюллетени или смотрите их на сайте по клинингу по аудиту не могу сказать это уже другая кухня но возможно да что-то там еще будет так коллеги ну у меня на этом все тут основные контакты кто из регионов хочет с кем-то общаться можете прийти вот есть офисы в разных городах еще раз давайте может кто-то что-то зреет задать вопрос куда-то вернуться если нет то всех ждем на торгах звоните пишите всем был рад помочь полегон тоже спасибо Тогда будем прощаться. До новых встреч. До свидания.